добрый день дорогие друзья рада вас приветствовать на моем канале на канале алики мирной так и у нас сегодня с вами карта дня на 5 мая 2022 года это у нас четверг давайте посмотрим с вами общую характеристику дня это день я думаю что удача многим улыбнется то есть это какое-то везение везение свыше когда человек оказывается в нужном месте в нужное время заводит скажем так полезные знакомства какие-то ну вообще могут быть такие счастливые стечения обстоятельств покровительство свыше идет общая характеристика дня общая карта дня давайте посмотрим на 5 мая повешены но день пройдет спокойно смотрите что в этот день может быть а то есть человек может пребывать во первых каких-то иллюзиях и благоприятным будет как раз вот выход из этого состояния выход из этих иллюзий до выход из состояния жертвы допустим то есть может быть восприятие вот какой-то ситуации в том плане что вы не можете на нее никак повлиять но я думаю что принципе вы определитесь до возьмете как-то инициативу в свои руки и сможете сможете себя в итоге проявить этот день благоприятный для начала обучения то есть для начала каких-то длительных проектов что тут еще может быть получение каких-то новостей издалека возможно в этот день может быть вас пригласят вот на работу не исключено что работа будет связана как-то за границей и при этом работа это будет на какой-то длительный период времени в чем будет заключаться позитивнее 5 мая но прорыв то что вы выйдете однозначно из этих иллюзий вы сможете освободиться вы сможете освободиться от вот этого состояния жертвы да и избавитесь от вот этой безысходности какой-то вы сможете решить ту или иную ситуацию которая вам не давала покоя то есть это однозначно какой-то прорыв скачок продвижение в чем же будет заключаться негатив дня 5 мая смотрите старшие арканы они идут у нас до повешенный башни маг вот в данной ситуации в чем будет заключаться негатив так это в том что ну во первых вы можете встретить человека который будет являться искусным таким манипулятором да то есть он может манипулировать вами может там как-то вас принуждать к чему-то для достижения своих каких-то там целей и вы можете стать жертвой вот такого человека и не исключено что может быть вы и ранее стали жертвой до вот таких отношений и поэтому в этот день вы можете как раз эти отношения прояснить устроив либо скандал либо какие-то у вас могут быть разбирательства и вы выйдете из этих отношений да то есть вы освободитесь от этого освободитесь от человека который манипулирует вами заставляет там принуждает и так далее дальше то есть что еще в негативе в негативе может быть какая-то игра то то есть вот игра на публику к примеру то есть если человек из себя изображает какую-то жертву вот этих обстоятельств но и так далее это негативе так но у меня такое ощущение но вот мне кажется что здесь больше это связано с каким-то другим человеком который имеет на вас определенное оказывает на вас определенное пагубное влияние вот этот человек в этот день может проявиться да и вот вам придется как-то себя отстоять защитить и выйти из вот этого подвешенного состояния да то есть вот как-то стать на ноги наоборот стать на ноги но у вас судя по башне у вас таки получится сможете так на что следует обратить внимание 5 мая 2022 года на что следует обратить внимание что следует обратить внимание обратить внимание необходимо на вот эти предательства не пытайтесь защитить кого-то не пытайтесь знаете взять на себя чью-то вину не пытайтесь взять за кого-то ответственность так каждый должен отвечать за свои поступки и вот в этот день вами могут воспользоваться или же вас могут подставить сделать вас крайним поэтому пожалуйста будьте аккуратны осторожны то что касается посещение общественных мест до большого скопления людей нужно быть аккуратными с электричеством тоже нужно быть аккуратным вообще-то здесь может быть какая-то получение каких-то может быть новостей которые могут шокировать на поэтому берегите себя берегите родных и не давайте себя в обиду потому что здесь однозначно вот кто-то бы кто-то вами хочет воспользоваться умело искусно да и вот подергается ниточки этим вы должны при этом человек может к вам явиться знаете как будто бы он вам что-то несет хорошее якобы он с благими намерениями это эти новости может подавать вам как что-то хорошее но на самом деле это то что этот человек несет является негативом одним и опасностью поэтому будьте бдительны так какая карта характеризует личные взаимоотношения 5 мая 2022 года личные взаимоотношения но в личных взаимоотношениях в принципе все хорошо общение встречи какие-то переписки знакомства могут быть покупки могут быть да то есть вот что-то новое вы можете приобретать ты что-то вы будете присматривать и приобретает для дома можете что-то купить в личных отношениях вообще будет играть большую роль дети. У вас могут быть еще переживания за детей, кстати. Вы можете не знать, как быть, как поступить из-за детей. Вот у вас могут быть какие-то вот такие сомнения, тревоги, как правильно поступить. Вот вы будете чувствовать себя заложником ситуации, потому что что-то может быть связано как с ребенком. То есть вы не можете что-то разрешить, потому что есть связь тесная с ребенком. То есть вам нужно принимать решения не только для себя, но и для ребенка. То есть совместно что-то вы должны будете делать. В принципе, в личных отношениях все в порядке. Обучение. Вот вы можете действительно начать обучаться. Совместно можете начать обучаться чему-то. Давайте посмотрим, что в делах. Вот какая карта характеризует рабочую сферу 5 мая. В работе будет все хорошо. В работе будет какая-то у вас перспектива. Будет все получаться. Да, вы будете все доводить как-то до конца. Все будет получаться. Тут также еще может быть продвижение, допустим, по службе. Вы можете занять какое-то более там лучшее место, допустим. Да, вас могут повысить. Или же вы или как-то вы расширите свою там вот организацию или зону ответственности. То есть вот как расширение идет, какое-то увеличение. но в принципе в работе все хорошо. Но смотрите, тут какая ситуация может вырисовываться. Здесь может быть еще на работе не у всех, ребят. То есть расклад же общий, да, поэтому я озвучиваю как бы несколько вариантов. У вас на работе или в делах может быть некая женщина, искусный манипулятор. Вот она. которая может преподносить вот вам себя как вашу подругу, вашу наставницу. Ну, очень якобы хорошо, да. То есть вот будто бы она же вот с цветочком, с веточкой. Ну, вот-вот она хорошо к вам якобы, да. Но на самом деле помыслы этой женщины могут быть очень плохими. Да, то есть на самом деле может быть угроза от этой женщины. Она может хотеть вас подставить. Но при этом смотрите еще что. Эта женщина может вас изучать, да. Она может наблюдать за вами для того, чтобы выяснить ваши слабые места. Для того, чтобы знать, куда можно нанести удар, да. То есть вот так, чтобы было побольнее. И вы к этой женщине можете относиться очень доверительно. Подумайте, кто это может быть у вас, да. То есть вы можете быть перед этой женщиной вот как ребенок наивный, открытый, ну вот с чистыми помыслами, да. То есть а эта женщина она такая своеобразная дама. То есть она с определенным опытом. И в ее цели, да, что входит в ее планы? Вас съесть. Да, то есть ну как-то так. То есть принести вас в жертву другими словами. Пожертвовать вами. расправиться с вами. Ну такая вот дама может быть. Так, хорошо. Далее. Можно ли 5 мая 2022 года брать деньги в кредит? можно, да. Это карта сегодня, ну карта этого дня Колесо Фортуны можно. Так, и какой вообще совет карты для представителей всех знаков Содиака на 5 мая. Да, но как говорят, предупрежден, значит вооружен. То есть вы в какой-то ситуации, которая будет происходить у вас, вы будете как-то подготовлены. Ну по крайней мере большинство из вас. То есть даже если вы не будете подготовлены, может быть вас что-то действительно шокирует, но вы будете понимать, как вам действовать. То есть какой-то шанс, какая-то возможность вам будет предоставлена. Поэтому воспользуйтесь вот этим тем, что вам предлагают, тем, что вам дают. допустим. Также совет какой-то вы должны понимать, что вы являетесь достаточно ценными, что другие люди, они не имеют права вами пользоваться, вами помыкать, допустим, приносить вас в жертву и так далее. Вы должны осознать свою ценность. В то же самое время какой совет? вы должны стать более серьезными. Не доверяйте вот так. Потому что вот здесь я вижу прямо эту картину, что я вижу вас как очень доверчивым человеком. И вот есть кто-то среди вашего общества, кто просто за вами наблюдает, изучает и хочет нанести вам вред без каких-либо веских причин. то есть здесь это просто манипуляция, это игра какая-то. То есть человек хочет принести знаете, как будто бы для галочки. То есть вот еще одного человека получилось как-то как говорят в Одессе сделать. Поэтому вы должны быть начеку. Не позволяйте себя вот так водить за нос. И не идите к этому человеку первыми. Не идите к нему. Не обращайтесь к этому человеку. Вы представляете для этого человека какую-то ценность, что-то в вас есть такое, чего у нее или у него, потому что здесь может быть по-разному ситуация. То есть это может быть и как мужчина, так и женщина. Что-то в вас есть такое, чего нет у этого человека. И я думаю, это ваше внутренний стержень. Это может быть потенциал. Это может быть внутреннее, как молодость. Не важно, сколько вам лет, но вы можете быть молодой душой. И данная персона завидует, есть определенная зависть, смотрит за вами, наблюдает за вами. Но нет у нее или у него то, что есть у вас. И поэтому вас хотят как-то сделать. Но вы сможете справиться с этой ситуацией, вы сможете найти правильное решение, вы сориентируетесь, вы вовремя сориентируетесь. Так, давайте посмотрим еще общий совет карт для представителей всех знаков зодиака на 5 мая 2022 года. Творчество. Так, сейчас, давайте. Творчество. Ваша душа жаждет проявить себя в творчестве. Мы призываем вас дать волю своим способностям. Творческое самовыражение наполнит вас энергией и радостью, заново воспламенив угасающую страсть к жизни. Вот то, что я говорила по поводу внутренней молодости. Знаете, как будто бы вы... Есть люди зажигалки, энергичные, с такими общаешься и легче на душе становится. И мотивируют такие люди на какие-то подвиги, дела, я не знаю. То есть есть у вас что-то такое, что кого-то очень сильно смущает и кому-то вы поперёк горла однозначно. По данному раскладу так оно и есть. Поэтому будьте начеку, творите. То есть вы должны следить прежде всего за собой. Не подпускайте к себе этих предателей, не подпускайте к себе этих врагов, дно. Но и не забывайте про то, что себя тоже нужно как-то поощрять, вдохновлять и поддерживать вот это внутреннее пламя. Решение вы найдёте, всё получится. и у вас по данному раскладу есть определённая защита. Так что не переживайте, всё будет в порядке. Я благодарю вас за внимание. Кому понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Мне всегда приятно. Всего доброго! До новых встреч!